Антуан Маджарян 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 но с помощью языка их тела. Понимаете, у нас есть свой язык, мы же сейчас общаемся на этом языке. У собак есть свой язык, язык мимики, намерений, тела. Я просто научился читать их. Мне легко понять, в каком состоянии находится собака, и что она хочет делать через несколько секунд. От каких типичных ошибок в общении с собаками вы могли бы предостеречь наших телезрителей? Хорошо. Первое, что я посоветую людям, это относиться к собакам как к собакам, не как к людям или детям. Понимаете, сперва люди всегда начинают собак баловать, а потом начинают бороться с этим. Я всегда советую сперва воспитать, потом любить. Так создается баланс, так собака понимает, за что его любят. Когда собакой даешь возможность потратить энергию, когда занимаешься дисциплиной и воспитанием, собака устает как физически, так и психологически. Она приходит в более спокойное, уравновешенное состояние. Любовь, знаете, это то чувство, которое закрепляет собаке, то состояние, в котором оно находится в данный момент. И если мы даем собаке возможность устать, и физически, и психологически, и еще поддерживаем дисциплину, и после этого мы любим, мы закрепляем вот это спокойно послушное состояние. Люди сперва возбуждают, балуют, потом начинают любить, и собака понимает, чтобы меня любили, я должен быть возбужденным. Вот это одна из важных моментов, на что я посоветую людям обратить внимание. Любить, так говорится, лелеть в спокойном состоянии, невозбужденном. Чтобы собака понимала, когда я спокойно, меня любят. И часто заходило в спокойно послушное состояние, чтобы вызвать у человека любовь. В Тольятти есть памятник преданности. Скажите, вот в других городах мира встречали подобные памятники? Памятники такие есть. Насколько я знаю, по моим информациям, первый памятник был поставлен Герцогом Вильским еще в 18 веке. Это, я могу ошибиться, но эту историю я знаю. Он поставил памятник ирландскому Волкодаву. Памятники есть. Если, вот по моим данным, около 12 памятников есть верности в мире. Один из этих памятников наш, Константин, просто верный. Кстати, Тольяттинскими киношниками снят фильм, посвященный вот этой собаке. Видели его? Как впечатления ваши можете появиться? Я участвовал в этом фильме. У меня там была еще небольшая роль. Я там контролировал собак, чтобы собака сделала то, что нам нужно. И фильм выйдет в сентябре. Но я вчера смотрел этот фильм, мне режиссер пригласил и показал этот фильм. Она очень сильно меня задела. Я, честно говоря, слезы тоже пошли. Почему? Потому что на самом деле задевает фильм. В хорошем смысле слова. И учит нас, на самом деле, людей. Понимаете, нас может учить даже животное, если мы это видим. Это очень поучительный фильм, на мой взгляд. И первое, что учит этот фильм, это быть верным друг к другу, честным, по отношению нам, нас, людей. Быть просто честным и верным. Спасибо вам огромное за интересный, приятный разговор. И хочется пожелать вам и вашим питомцам поменьше настоящих проблем и побольше безобидных заморочек. Спасибо большое. Спасибо.